Дело поручено Лыкову. Сыщик он хороший, но как человек рядовой, ничем не примечательный. Разве что легко обучаемый и на 100% решительный. Этими качествами героя наделил его автор Николай Свечин. Писатель скромно добавляет, сам не такой. Подобный человек вообще возможен только в литературе. У молодого Алексея Лыкова в начале истории даже не было прототипа. У сыщика у него появился такой прототип, начиная с 1908 года. Я еще до этого года не дошел, но я уже видел этого человека. Его звали Василий Иванович Лебедев. Он появляется уже в книгах. В некоторых это бывший начальник Московской следственной полиции, который создал в департаменте полиции 8-й дел производства. Это знаменитый. Раньше все церковные отделения, они, каждый сам себе не было, ни единого всероссийского федерального уголовного розыска. Лебедев его создал. Преступник известен, остается найти его. На этом построены все повести Свечина. Его книги литературные критики называют ретро, этно или краеведческо-историческими детективами. Все из-за времени в описании. Конец 19-го, начало 20-го века. Царская Россия. Но сам Свечин не загоняет себя ни в какие рамки. А к сравнению с Борисом Акуниным относится скептически. Я пытаюсь нарисовать панораму жизни Российской империи накануне ее конца. Никто из нас тогда не жил. И мы забыли эту страну, мы не знаем. И понять ее трудно. Но если много читать о тех временах и людей, которые тогда жили, какое-то впечатление, понимание появляется. Сначала Николай Свечин собирает всю необходимую историческую информацию. Ее приходится добывать из газет того времени и мемуаров. А значит, ездить по городам, где будет разворачиваться сюжет. Потом идет работа над соединением реальности и вымысла. Когда фабула готова, можно собирать мнения экспертов, чтобы не ошибиться с данными истории. Когда текст льется из головы в руку, в руки, потом в клавиатуру, потом это получается. Ну, пойдемте, это у меня вообще работа интересная. То есть я хожу, у меня в голове люди разговаривают. И вот, то есть они живые уже, для меня они уже как родные. По книгам Николая Свечина можно изучать истории родного города, а сам нижний – полноценный герой повествования. И вот, к примеру, один факт, который можно узнать из художественного произведения. Остров, который сегодня мы называем Мочальным, действительно в царской России был неким убежищем для преступников. Тогда этот остров внушал настоящий ужас обывателям. Нешуточные страсти кипели и рядом с ярмаркой. У меня в книге «Охотов на царя» последняя сцена, она подходит в этом соборе. Здесь попытка покушения Александра Второго неудачки, которую смогли мои герои предотвратить. На самом деле эта история мною выдумана, но получилось очень быстро к тому, что было на самом деле. Следующая книга про Алексея Лыкова, как машина времени, отправит читателей в Казань 1906 года. А вот столичным режиссером и сценаристом сыщик Лыков еще не покорился. Четыре года назад федеральный канал выкупил права на экранизацию нескольких частей большой истории. Но от ожившего персонажа до сих пор ни слуху, ни духу. Екатерина Вологина, Алексей Корякин, Служба новостей и город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова